Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Начинать его будем с вами опять с распаковочки, но уже не косметики. Я, девчонки, заказала себе шторы. К Новому году как-то хочется приукрасить свое жилище, обуютить, навести везде порядок. Мы уже начали с вами с расхламления ванной. Меня понесло в этот день, я еще и кухню расхламила, два пакета мусора набрала. В общем, хочется украшать, хочется каких-то перемен, уюта дома и так далее. Тем более, год для всех был тяжелым, хочется как-то вот его закончить и начать очень хорошо, красиво, здорово. Я заказала, девчонки, шторы в компании Том Дом. Смотрите, какой пакетик огромный. Вот, и сейчас мы будем с вами распаковывать, смотреть, что они себе представляют. Том Дом, девчонки, это интернет-магазин, где напрямую производители вы можете заказать себе шторы любые. Я вам сейчас подробнее о сайте расскажу. Мне очень понравился, мне очень понравился сервис, мне очень понравилась скорость доставки. В других компаниях я заказывала уже шторы в интернете, как-то было очень долго. А здесь, даже в самые отдаленные уголки России, они идут максимум 10 дней. Ну что, ладно, давайте распаковывать. Девчонки, пакет приходит вот в тайком вот виде, да, здесь мы видим сразу сайт. Я вам ссылочку оставлю, у меня, кстати, для вас еще есть промо-код на скидку 10%, специально прям для вас. И у них сейчас черные пятницы, вообще цены супер. Цены на любую категорию, то есть и бюджетные, и дорогие, и все, что хотите. Штор, тьма, выбирай какие хочешь. Пакет приходит по шуршу немножко, запаянный, видите? То есть мы его с вами не вскроем, не подглядим. Вот в таком виде, именно в таком, потому что это все-таки текстиль, и за это, конечно, надо должное отдать том дом, потому что действительно молодцы. Текстиль может и испачкаться, и порваться, там еще что-то, пакетики плотненькие, запаянные, и все здорово, все супер. Так, до меня, девчонки, курьером шла посылка, скажем так, пакетик вот этот, где-то дней 6, наверное. Можно выбрать доставку курьером, доставку почты и доставку в пункт выдачи. Любой удобный способ, пунктов выдачи у них много, и максимум доставка занимает 10 дней. Так, давайте с вами распаковывать. Я тут внизу уже надрезала, снизу с вами начнем. Так, все, достаем, шуршим, шуршим и достаем. У меня, девчонки, портьера, здесь в комплекте тюль и два вида штор, да, двухцветные вот такие. Я заказывала под свой интерьер, вы, кто меня давно смотрит, знаете, у меня все многое в цвете венго. И смотрите, я заказывала индивидуальный пошив, потому что высота моих штор, ну, от карниза до пола 2,5 метра, и здесь отмечено уже, да, подшито 250 сантиметров. Это здорово. Тюль, вуаль, так, что тут у нас еще? Стопроцентный полиэстер, Турция, поставщиковый о том дом. Написано, нарисовано, как можно стирать. И такие классные пакетики, да, скажем так, на заклепках. То есть они достаточно плотные. Опять же, при перевозке ничего, это все дело у вас не запачкается, не порвется и так далее. Вот такая обычная тюль входила в комплект с этими портьерами, да. Вот она такая беленькая, я брала, как у нас от крепления получается, девчонки, ленточная, называется у меня на крючках кардина. Вот как все это дело выглядит. И подшито, потому что в оригинале, по-моему, если я не ошибаюсь, девчонки, она длиннее. Вот все обработано, изумительно все подшито. В общем, я все это дело от утюжу, повешу, мы будем с вами смотреть. Обработано очень хорошо. Так, и сами портьеры открываем с вами. Так, с вот такими вот штучками, как они правильно называются, девчонки, крепления, сказала, да. То есть вот так они у нас будут прихватываться, шторки. Класс, красота. Ткань очень приятная ткань, я заказывала, по-моему, или совсем плотно, или средней плотности, потому что я люблю на ночь шторы закрывать, и чтобы у меня было темно. Так, вот первые. В таком, как раз цвет венго, коричневый. Я люблю, сейчас-то зимой не очень надо, а летом, чтобы солнечный свет не попадал, чтобы поспать подольше. Они тоже подшиты, по моему размеру. Смотрите, как отлично все подшито вниз. Ой, а какие они внутри красивые. Прям красивее, чем снаружи, девчонки. Переливаются такие мягенькие. И плотная ткань, прям плотная-плотная. Так, вот у нас верхушка. Вот. Лента тоже все отлично. Все замечательно сделано. Так, у нас две шторы, получается, вот таких коричневых, девчонки. И вот они. Другой расцветки. Мне очень понравилось именно вот это сочетание цветов. Безумно красиво. Но сейчас так не поймешь. Я повешу, и мы с вами все увидим. Так, а это у нас... А, это отрез. Девчонки, ничего себе. Они даже кладут отрез. То есть, смотрите, из этих отрезов вы можете сделать себе прихватки другого цвета, допустим. Можно лоскутным шитьем заняться, сделать себе наволочку в том же цвете. Смотрите, они положили сюда отрезы. То есть, все лишнее. Да, вот они просто отрезали и сюда положили. Класс! Вот это да, я не ожидала, конечно. Ну, как бы, да? Вот второй отрез. Так. Забирай, Пупс, забирай. О, кстати, шторы внутри. Да, мы с вами не посмотрели, как выглядят. Вот как выглядят они внутри. Достаточно толстая, плотная ткань, которая, мне кажется, точно не будет просвечивать. Вот так они выглядят внутри беленькие. А вот так снаружи. Вот отрезы от этих штор огромные просто. Но, мне кажется, на две наволочки декоративных точно хватит. Я, может быть, займусь этим в ближайшее время, чтобы, да, все в интерьере было гармонично. И вот как выглядит сама вторая штора. Очень приятная, красивая расцветка. И вместе с вот этим коричневым цветом, да, вот так будет сочетаться вообще очень, мне кажется, стильненько. И я хочу сказать, что утюжить мне особенно их не придется. Смотрите, они вообще не помялись при перевозке и ткань. Так, а ткань у нас. Ну-ка, котенки, коробка из-под шторок самих. Так, у нас что? Здесь тоже подшито 2 500. Комплект штор. Так, шторная лента, крючки, стопроцентный полиэстер, Россия Томдом. Здесь уже страна России, да. Смотрите, они вообще не помялись, они нигде не замяты. Я сейчас посмотрю, где нужно будет отпаривателем пройдусь. Мы с вами их повесим, посмотрим, как эта красота будет выглядеть. Мне уже, девчонки, не терпится. Сайт Томдом довольно прост в использовании. Что мне понравилось? Девчонки, можно выбрать штору по себе, как тебе хочется. С любыми креплениями, с любыми размерами и так далее. Ну, допустим, заходим в раздел все шторы. Попадаем. Они у нас все вперемешку. Ценовая политика абсолютно разная. На любого покупателя можно найти товар. Так, во-первых, у нас есть фильтры. То есть, я хочу, допустим, розовые шторы. Я хочу шторы 200-300. Вот у меня окно, да. Цену выбираю, которую могу себе позволить. Креплениях, карнизу. Посмотрите, сколько креплений. На завязках, на липучках вообще что угодно. Комплекты, портьеры, тюль. Что нам нужно? Японские, римские, рулонные. Вообще все, что душе угодно. Один цвет, то есть, чисто розовый я хочу. Либо с узорами, либо с геометрией. Фотопринт, детский, люкс, клетка. Все, что душе девчонки угодно. Тонкая, средняя, тяжелая ткань. То есть, в зависимости от того, куда они вам нужны. Если в спальню, конечно, выбираем мы с вами ткань поплотнее. И вот видите, защита от солнца. Да, это если в детскую, в спальню. Шторы в гостиную, для кухни в детскую, в спальню. И мы с вами выбираем фильтр. Выбираем показать. Нам показывают шторы. Я мало фильтров поставила. Какие мы с вами можем выбрать. И это очень удобно. Но, допустим, я хочу вот такую вот штору приобрести. И здесь я уже могу. Девчонки, ну подробно, во-первых, отзывы. Есть подробные фотографии, качество ткани и так далее. Материал это все тоже можно отследить, посмотреть. Изменить параметры. И здесь уже, девчонки, мы с вами вводим свою высоту, которая нам нужна. Мы вводим с вами крепление, которое нам нужно. Можно выбрать себе наволочку под цвет штор. Ну, в общем, интерьер подобрать, да. Подхваты нужны, нам не нужны. Купить комплектом и так далее. В общем, мы вводим свою высоту, которую нам нужно. И нам прям там же пошьют и привезут шторы по нашим параметрам. Мега удобный сайт. Мега удобно. То, что можно все параметры, которые вам нужно выбрать и не нужно будет мотаться потом по отелье или самим подшивать их. Так, девчонки, красота неописуемая. В общем, я повесила шторы, прошлась отпаривателем. Сейчас покажу вам. Вот так они выглядят расправленные полностью, то есть раздвинутые совсем. Все. Вот с этой стороны у меня шкаф, поэтому тут половина красоты, он закрывается. Вот этой стороны вот как бы лучше видно. Вот. В пол они у меня. Мне кажется, можно было мне даже не 2,50, а 2,48. Но это как бы сама виновата. Но я люблю, когда вот так в пол. Так. И смотрите, какая это красота просто. Это просто нереальная красота. Я в диком восторге. И как они нам под мебель, подо все подходят, невозможно. Сейчас попробую сделать как-то свет поярче, чтобы передать вам всю эту прелесть. Но я довольно неимоверна. И качеством. Вот эта ткань очень плотная. Она прям, девчонки, еле-еле проглаживалась. Вот тут загиб. Но я ручным таким отпаривателем прошлась. Сначала повесила, потом прошлась. Вот эта ткань вообще безумно легко поддалась отпариванию. Все замечательно, сразу, моментально. Но так же, как и тюль. Небольшие заломочки были. А в целом минут 10 я на это все потратила, чтобы навести красоту, чтобы отпарить. Вот. В общем, вот так все это дело смотрится. Сейчас вам покажу по-другому, если их немножко присобрать. И вот эту верхнюю часть портьера, если отодвинуть в сторону, как у нас с вами на картинке. Катюн, не видишь пакетик? Подай, пожалуйста. Ага, да. Вот как они у нас с вами на картинке выглядят. Видите, они вот так вот присборены у нас. Присборены сильно. У меня карниз прикреплен к потолку. То есть, прям вот так к потолку. И крючочки. И вот так получается это все дело смотрится. Но я прям в таком восторге диком, девчонки. Мне теперь нужно новую квартиру подбирать под такие безумно красивые шторы. Вот присборила эту шторочку, точнее зацепила, да, там сзади. Мне так, мне кажется, когда посередине, они как-то лучше смотрятся, да. А сейчас я попробую ее собрать еще гармошечкой, немножко расправить, и как все это дело будет смотреться. Вот, девчонки, подсобрала шторы с одной, с другой стороны. С другой стороны у меня сразу за шкафом потерялась, да. А вот в собранном виде вот так вот выглядит шторочка. Красиво очень. Белоснежная тюль. Лампу вам включила, чтобы лучше было видно. Я прям в восторге диком, девчонки. Сразу как-то вот комната заиграла совершенно другими красками, стало гораздо уютнее, симпатичнее, красивее. У нас там гирлянды до сих пор с Хэллоуи, но вот эти штуки надо снять, уже снежинки проклеить. Вот такая, девчонки, красота. Отцепила от стены, и она как бы практически посерединке теперь стала, да. Мне кажется, так еще симпатичнее смотрится. Ну, вообще, мне в любом виде нравится, я довольна, довольна качеством ткани, довольна пошивом безумно вообще. Мне очень нравятся шторочки, безумно красивые, прям вообще супер. Да, котен, тебе нравится? Мне тоже очень нравится. Сейчас папа наш с работы придет и обалдеет вообще, просто обалдеет. Скажет, девочки, какую вы тут навешали красоту. Так что так, девчонки, пишите, как вам. Любите ли вы темные шторы, плотные? Наверное, у кого детки, те меня поймут. Те, скорее всего, тоже, как я, любят темные шторы и плотные. Такая, девчонки, красотень. Девчонки, мне кажется, я себе нашла новый фон для видео. Не хмуро смотрится вот так. Мне так нравится, так красиво. Сяду напротив вот этих шторочек вот светленьких, буду вам снимать. Иди, Пупс, сними, говорят, мне тоже на фоне штор. Спасибо. Что вы хотели сказать зрителям, дамочка? Здравствуйте. Еще что вы хотели сказать? Не стесняйтесь, говорите. Да, это все красиво. Да? Да. Понравилось? Да, здесь уже можно по штуку залезть. Ох, теперь сколько места для пряток-то, да? Заодно. Ну, далеко вы собрались-то? Нет. Вылезай. И здесь, причем, места много, и можно побегать и попрыгать. Возле шторок-то? Да. Ну, вообще красота. Еще вот эта вот белая красота. Да? Плюс огоньки еще красиво. Ну, вообще, с ума сойти. Новый год. Да. Осталось елку нарядить, да? Квартиру украсить. Да. Скоро будем делать вместе это с вами, да? А когда? А скоро уже. Чуть-чуть осталось. Пару неделечек еще хотя бы потерпим. И будем украшать. Всем привет еще раз. У меня тут целых два пакетика из фикс-прайс с новогодней атрибутикой. Есть и новиночки. Так, поехали. Давайте начнем с новогодней. Наклейка новогодняя декоративная. С 41 на 24 сантиметра. Вот так выглядит. Много разных расцветок. И красные, и зеленые елочки. В общем, там полно. Выбирай, да выбирай. Мне больше всего понравилось вот это. И сосульки, кстати, были вот такие, как здесь нарисованы, да? Как-то вот это вот такая сказочная, да? Золотисто-серебряный получается у нее оттенок. Домик с елочками, снежинки. И Санта на санях летит. Ну, классно. Будем клеить на окна. Будем тогда вместе с вами потом украшать. Так, часок. Чистой яблочной сады при Доне. По-моему, 50 рублей, если мне не изменяет память. Чек. Мне кажется, я не брала. М&Мс. Зефирки. Это пухлый кролик. Очень, кстати, вкусные зефирки. Это дочь себе взяла. И вот такой новогодний шар. Не помню, сколько, девчонки. Мне кажется, 199. Именно вот украшения к Новому году, снежные кружева, они все там далеко не бюджетные. Ну, классный. Сейчас растресся. А так там внутри снеговичок. Много разных тематик. Много разных там внутри игрушек разных. Здесь снеговичок в обнимку с собачкой. Никак не успокоится этот снежок. Ну, классно. Здорово. Много снега. Смотрится красиво. Жалко, что он еще, конечно, без подсветки. С подсветкой было бы вообще здорово. Так, дальше. Вот такая папочка. Очень классная, красивая папка. Фикси. Она называется папка. Сумка для документов с ручкой. Мы искали сумку. Папку, точнее, в школу. Нам нужно. На труды, на рисование. Что-то с ручкой нигде не нашли. И только вот Фикси. 199 она, скорее всего, тоже. Потому что, когда мы ее брали, там ценника нигде не было. Вот так она выглядит очень красиво. Она сделана под кожу. Я надеюсь, что на морозах трескаться не будет. Но посмотрим. Вот такая этикеточка. Здесь. Сумка для документов с ручкой. Блок энд нот. Размер. Ну, а 4, наверное, здесь не написано. Это, мне кажется, новинки Фикси, потому что я их раньше не видела. Вот такая ручка. И сюда мы будем класть либо рисование, либо труды. Еще липучки дополнительные. И еще молния. То есть прям можно закрыть так закрыть. Вот, открыла молнию. И внутри она вот такая обычная, тканевая, такая, как клеенчатая. Ну, довольно вместительная. Я думаю, у нас сюда все влезет. Красиво. Красивая папочка вообще. Там в разных расцветках было. И однотонные, и вообще разные-разные. Так, картон 20 листов, по-моему, 55 рублей. Если я не ошибаюсь, вот так он выглядит. Цветной картон 20 листов, 10 цветов. То есть каждый цвет повторяется. Он не двухсторонний, два раза. Тоже для школы покупка. Так, гравюру. Гравюру захотела дочь. Гравюра раскраска со скребком. Здесь 4 штуки. Деревянный скребок в комплекте. Давайте откроем, посмотрим. У нас уже были гравюры, но не гравюры, а просто такие блокнотики тоже из фикса, черные. От них, конечно, потом мусора, жуть. Вот такие 4 картинки там, я так понимаю. Не только девчачьи, да? И вот как выглядят эти гравюры. Здесь внутри палочка деревянная. И сами гравюры переложены бумажкой. Вот такой прозрачный. Ага, и вот оно как. А мы внутри должны дальше раскрашивать. Они все переложены вот такой бумажкой, чтобы не царапались друг об друга. И вот так мы должны все с вами стирать этим скребком. Ну, здорово. Только, конечно, надо это все делать за столом. Потому что потом вот этот черный мусор от этих гравюр, он будет у вас по всей квартире. Так, дальше взяла гель для стирки белья. Уже не первый раз беру его в фиксе. Давно не брала. 5 в 1 универсальный. И для белого, и для цветного можно. Мне он нравится. Действительно нравится. Он очень неплохо отстирывает. И состав у него более-менее. Беру, взяла сейчас на тот случай, вот когда кончается порошок у меня Фаберлик, да. И осталось у меня до заказа 3 дня. То есть через 5-6 дней я только получу порошок, а надо стирать. Кончился Фаберликовский порошок, поэтому вот такой вот гель всегда приходится. И можно стирать обувь. Ну, не жалея, да, вот так вот, потому что он стоит 55 рублей. А стирает вообще отлично. Поэтому всегда пригодится. Здесь 1,2 литра. Пахнет он тоже здорово. Такой цветочный аромат. Неплохой, неплохой гель. Салфетки всегда берем вот такие вот детские, универсальные, влажные салфетки, нежное очищение за кожей малыша с бисопрололом. Салфетки всегда пригодятся. Здесь 130 штук, прям огромная такая пачка. Впервые я взяла вот такие губки для мытья посуды, девчонки, антибактериальные. Здесь 7 штук, они такие вот обычные бежевые. Мне кажется, губочки берут неплохие. Да, здесь с одной стороны такой абразив достаточно жесткий, да, и здесь обычная губка. Размеры нормального губки всегда нужны. Так, взяла салфетки. Что-то совсем дешево, 100 штук, по-моему, 27,50. Так, это органайзер, это покупка мужа. А вообще он для всяких мелочей, конечно, такой пригодится. Что-то складывать можно и нитки в таком хранить. Вот так он выглядит. Много отсеков для всяких таких вот мелких принадлежностей. Можно и инструменты хранить, можно и швейные принадлежности. Вот в этом длинном ножнице, да, здесь нитки, губички всякие, кулавочки и так далее. Так, дальше чай черный. Чай Кертис в фикс-прайсе самый дешевый. Так, потом вот такие вот мишки. Ребенок любит мармелад именно в формате мишек. Эта банка, мне кажется, рублей 50 стоит. Здесь очень много мармелада, 210 грамм. Вот такая баночка в виде мишки тоже. И взяла, девчонки, белизну чистить. Займусь, надеюсь, перед Новым годом этим плиточные швы. Посмотрела, говорят, что вот именно белизной, и если ее еще смешать соду, очень хорошо они чистятся. Три в одном, многофункциональное средство. Мне кажется, рублей 50 оно стоит в фиксе, 450 грамм здесь. Ну, белизна и белизна. Что в ней такого особенного? Только то, что вот она в формате геля. Ой, ну прям белизна. Запах вырви глаз. Так, ну вот вроде все. Вот такие покупочки были. На Новый год только вот наклейки купили, что-то ничего не присмотрел, то ли уже разобрали, то ли все какое-то неинтересное. На шары цены какие-то бешеные. В других магазинах гораздо дешевле. Поэтому даже не стала в их сторону смотреть. Ну и все, мои хорошие, буду с вами прощаться. Надеюсь, мое видео было вам интересно и полезно. Если так, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.